Времени суток. Рада вас всех приветствовать на своем канале. Давайте посмотрим, что Тельцов ожидает в сентябре месяце. Тельцы в сентябре месяце. Общее направление месяца. Финансы, бизнес, личные отношения и здоровье. Итак, Тельцы в сентябре. Какое-то у вас торможение. Вы, скорее всего, продумываете, пытаетесь продумать какие-то вопросы, связанные вполне возможно с финансами, новые какие-то направления, может быть новые возможности дохода. Но во многом это будет иллюзия. Главное, чтобы вы, если что-то выберете, то это было одно или два направления. Не нужно брать и вешать на себя кучу. Ну, для кого-то вот эта карта говорит о том, что нужно отдохнуть. Вы слишком увязли в каких-то планах, но они иллюзорные. То есть ни о чем. Отдохнув, вы постепенно сможете набраться сил, как говорится, успешно начать что-то, предварительно выбрав. То есть выбрать направление все равно придется. И продумав, куда вы будете идти, что вы будете делать, чтобы не распыляться. Давайте посмотрим, как у вас дела будут складываться с финансами. Для тех, кто учится делать расклады, могу сказать, Я всегда карты выкладываю рубашкой вверх. Для чего? Для того, чтобы открытые карты не влияли на дальнейшие мои действия. То есть я, чтобы, грубо говоря, не подтасовывала ответ. Поэтому всегда кладу рубашкой, а потом начинаю переворачивать. Дополнительные карты, тогда уже, конечно, открываешь. Ну, я могу вам сказать, что у вас будет хорошая ситуация, такая активная, очень связанная с финансами. Их будет весьма достаточно, то есть ресурсы будут в ваших руках. Вы сможете исполнить многие свои какие-то желания и достичь поставленных целей. Но работы предстоит много, очень много. И вполне возможно, что либо что-то дополнительное. Помните, вот тут выходила у нас вот Паш Пентакли, что продумайте, что вы хотите на самом деле осуществить, чтобы не летать в облаках, в каких-то мечтах непонятно, а идти четко поставленным целям. И у вас это получится. Но все равно, где-то вас будет периодически качать, где-то будет, тем более, раз новое какое-то дело, то что-то может не получаться. Поэтому не расстраивайтесь. Все равно результат у вас будет, и будет очень хороший результат. Главное, не спешить. Смотрите, как у вас сколько вышло карт из семи карт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть вышли Пентакли. Это классно. То есть с деньгами у вас должно быть все хорошо. Как у вас будут дела развиваться с бизнесом вашим или делом, которое вам приносит деньги? Может, вы на кого-то работаете, неважно. Вас ждут перемены на этом пути. И, в принципе, вы даже уже сами многое продумываете. Тут тоже выходит финансы, новый какой-то вариант доходов. И тут вы думаете. Так что вполне возможно, что в вашем деле или бизнесе что-то появится новое. Не бойтесь. Не надо сидеть в прошлом. Многое сейчас меняется. Поэтому спокойно прикладывайте свои усилия для того, чтобы даже через страхи пройдя, вы вышли к успеху. Но постарайтесь. Вот эта карта очень резкая. И, может быть, даже где-то необдуманные какие-то шаги. Поэтому все-таки взвешивайте. Но рисковать не бойтесь. Вы все равно выйдете победителем. Классно. Я вот рада за вас. Я давно такого отличного варианта расклада не видела. Но предупреждаю. Это усредненный расклад. То есть у кого-то он может сбыться полностью, у кого-то частично, у кого-то может вообще не сбыться. Так редко бывает. Все равно что-то раскакивает. Вот этот момент я за вас очень рада. Давайте посмотрим, как у вас будут складываться дела в личной жизни. Но не забудьте отдохнуть. Хотя бы несколько дней устроить себе полного лентяя. Так. Как дела на личном фронте для тельцов в сентябре? Пока будет оставаться по-старому. Вас что-то удерживает. Вполне возможно, что держат какие-то прошлые отношения, которые, может быть, уже и закончились. Но вы все время возвращаетесь к ним. Может быть, стоит обрубить? Подумайте, зачем пытаться войти в одну и ту же реку дважды. Вы заслуживаете гораздо большего. Новых каких-то отношений. Либо переход, если вы в отношениях, то переход на более высокий уровень этих отношений. И это вам откроет очень много возможностей для будущего. Именно в отношениях. А у вас вот все время какая-то конфликтная внутренняя конфликтная ситуация вот из-за вот этой карты. Из-за прошлого. Сделайте выбор. Во-первых, выберите себя в первую очередь. То, что вам ближе, то, что вам нужнее. И тогда в этом двигайтесь. И придете к успеху, как говорится. И будет вам счастье. Так. Ну, а как со здоровьем будет складываться у вас дела в сентябре? Так. Моя Барбосина приносит палку с ней поиграть. Ну, в общем-то, смотрите. Есть опасность в серьезной ситуации. Может быть, даже у кого-то серьезная предстоит операция. Особенно, если уже назначена. Она будет серьезной. То есть, это не будут игрушки. Поэтому вам нужно быть очень аккуратными. И обратите внимание на сердечно-сосудистую систему. Поддержите ее. Ну, вот выходит все вот острое-острое-острое. То есть, либо обострение какой-то хронической болячки. Либо у кого-то операция. Но справиться вам помогут доктора. Полечитесь. Может быть, операцию кто-то сделает. И все закончится успешно. Все нормализуется. Вы восстановитесь довольно-таки быстро. Поэтому не расстраивайтесь. То, что должно произойти, оно произойдет. Тут никуда не денешься. Очень. Вот эта карта очень серьезная. Но не накручивайте себя. Все закончится отлично. Особенно, если вам предстоит уже какая-то запланированная операция. Она пройдет хорошо. Доктора отработают отлично. Желаю вам всем прекрасного месяца сентября. Чтобы было у вас финансово в достаточном количестве решать все ваши вопросы. Чтобы вы были довольны. Чтобы ваш бизнес или дело развивались успешно. И вы действительно вышли победителем. Море любви. Море любви. Не сидите в прошлом. Двигайтесь вперед. Весь мир идет вперед. И крепкого-крепкого здоровья. Несмотря на расклад. Берегите себя. И до новых встреч. Продолжение следует.